И снова здравствуйте! Мы продолжаем прямую трансляцию с 11 форума деловой России, нашего ежегодного форума, где мы с участием бизнеса и власти, а сегодня у нас главный гость, президент нашей страны, обсуждаем актуальную повестку, которая волнует предпринимательское сообщество, деловую Россию в частности. А сегодня у нас и пленарное заседание, и целый форум посвящен роли бизнеса в достижении национальных целей. И в гостях у нас Никита Северинов и Сергей Пронин, члены Совета Московского регионального отделения деловой России. Много статусов, всех перечислять не буду. Мы сегодня желаем доброе утро всем участникам нашего форума и говорим, что же волнует бизнес, что волнует вас, коллеги. Кстати, полторы тысячи участников зарегистрировалось на сегодняшнее мероприятие. Сергей, давайте начнем с вас. Как настроение? Настроение рабочее. Никита? Отличное настроение. С чем, с какой повесткой вы сегодня пришли? Что хочется здесь обсудить? Что хочется, может быть, услышать от наших партнеров, от представителей органов власти? Какие вопросы волнуют? На самом деле, вопросов, которые волнуют, очень много. И я боюсь, что, конечно, в этом формате их не рассмотреть, не разрешить. Ровно пять минут на двоих. Поэтому у меня сразу обращение ко всем коллегам, которые будут принимать участие в нашем мероприятии, чтобы они задавали, поднимали вопросы наиболее актуальные, наиболее значимые и наиболее глубокие. То есть не частные вопросы какие-то, которые можно решать. Конечно, мы же в рамках национальных проектов, в рамках поручения президента страны и мать. Да, с учетом тех фигур, которые будут присутствовать на мероприятии, чтобы вопросы были серьезные, касающиеся всех. В этой связи у меня два вопроса возникло и по секционному заседанию, и по пленарному. Ну вот я собрался принять участие в заседании тематической сессии инвестиционный климат 2.0, новая среда для человека и бизнеса. И у меня вот есть вопрос, знаете, такого, я бы сказал, не совсем предпонимательского характера, но в то же время характер, безусловно, волнует всех нас. Дело в том, что в последнее время вопрос, связанный со средой обитания человека, он стал очень актуальным. В конце концов, власть стала больше понимать, что главная задача ее и страны в целом – это обеспечить комфортные условия для жизни наших людей. Это тоже, кстати, у нас проект. Здесь и сейчас, да, это здорово, да. И в этой связи возникает вопрос о том, что мы все, по большому счету, и предприниматели, и власть, и простые граждане, мы все потребители. И у нас очень много проблем возникает в сфере потребления. Некачественные продукты, там, я не знаю, не вовремя сданное жилье, ну, скажем так, недобросовестные поставщики тех или иных товаров для длительного пользования. И я смотрю, как у нас люди, которые в стойной степени пострадали, будь то предприниматели, будь то граждане, пытаются стучаться в разные двери, и в результате у нас появляется какое-то такое, знаете, бромбовское движение по стране, а правда найти очень сложно. Что конкретно вам предлагается? В этой связи у меня мысль какая-то? Что вы готовы донести? Знаете, я думаю, что эта проблема давно уже, во-первых, должна быть решаться в двух направлениях. Первое, у нас есть закон защитить право потребителей, а с целых 1992 года явно был написан актуально, но актуально для того времени. С тех пор прошло уже много лет, ситуация очень здорово изменилась. Вот те, значит, приоритеты, которые мы поставили в том законе, они сегодня уже не актуальны. Там была гиперинфляция, там был переход экономики на другие рельсы, поэтому назрело необходимо создать новый закон. Он не дорабатывает старый, а пересматривает новый закон с учетом задачи, поставленных президентом, с учетом реальной экономической ситуации, с тем, чтобы он работал. Отлично. Кто этот закон готовит? Какие экспертные площадки? Началась ли какая-то работа? Или вы просто рассуждаете? У нас существует институт, соответствующий защитой потребителей. Он и в субъектах федерации, на федеральном уровне, безусловно, они собирают эти материалы, безусловно, готовят предложения. Но мне кажется, для вот этой проблемы это уже механизм недостаточно. Поэтому я бы предложил, по аналогии с созданием института, скажем, уполномоченного по защите прав предпринимателей, защите прав ребенка, финансовым бусинам создать институт по защите прав потребителей. Отлично. Эту вертикаль, которая могла бы заниматься подготовкой закона и разработкой правоприменительной практики, учила бы мнение всех слоев населения и предпринимательство в том числе. Потому что, что греха таить, у нас много судебных свиданий, когда отдельные потребители просто терроризируют предпринимателей. Да, мы сегодня в таком блюд-сопросе, просто снимаем общую повестку, на круглых столах все это можно будет озвучить. Да, я этот вопрос задал сегодня. Отлично, я вам желаю удачи. Никита, мы переходим к вам. Ну, цифровая экономика тоже является, так же, как и улучшение качества жизни, экология является одним из приоритетных направлений развития страны, национальный проект. Вот что ты конкретно несешь в повестке в плане развития цифровой экономики? Какие конкретно предложения? Предложения наши таковы, что мы должны использовать единые инструменты автоматизации, как в Москве, как в регионах России, так и за рубежом, с учетом наших зарубежных коллег, соответственно. И мне очень интересно задать вопросы, связанные с как раз цифровизацией Российской Федерации, так как есть соответствующие рабочие группы, ну и получить на них ответы. В целом, сама повестка мероприятия очень интересна. Будем смотреть. Спасибо. Отлично. Что пожелаем всем участникам мероприятия, которые приехали со всех уголков нашей страны? Как правильно встраиваться, вот те, кто не успеет задать вопрос, выступить, вот, что вы пожелаете, как правильно сегодня использовать это мероприятие, чтобы там, может быть, познакомиться, найти партнеров, вот, какие-то пожелания нашим участникам? Ну, безусловно, B2B – это вот одно из таких преимуществ деловой России. Мы всегда на этих мероприятиях знакомились, встречались, заводили контакты. Это все очень здорово работает. Обновляли старые, потому что, на самом деле, люди в регионах, мы нечасто видимся, а такое общение нужно. И сегодня замечательный повод и место для этой встречи. Во-вторых, я бы желал, чтобы сегодня, все-таки, при всем нашем желании, значит, это воспринимать как праздник, у нас была рабочая, деловая атмосфера, да, всему, чтобы задавали рабочие вопросы, чтобы потом нам не было больно за то, чтобы не использовать такую редкую возможность, как встреча с президентом. Чтобы вы за конструктивный диалог между бизнесом и властью, и за то, чтобы бизнес был предметный. Отлично. Никита, что пожелаем тем предпринимателям, которые в IT-секторе, может быть, трудятся, в регионах, приехали? Пожелаем всем, пожелаем всем предпринимателям переходить от слов к делу. Супер, отлично. Дорогие друзья, это был Сергей Пронин, Никита Северинов, члены Совета Московского регионального отделения «Деловая Россия». Я желаю вам удачи, обязательно озвучить ваши инициативы, получить обратную связь, найти себе бизнес-партнеров на полях форума. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, увидимся через несколько минут. Спасибо. Продолжение следует...